Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас лекция «Введение в марксизм». Это похоже на предмет, который изучается в вузах, введение в специальность. И надо сказать, что это такой сложный жанр, и в университетах его поручают только очень опытным таким, грамотным людям, действительно специалистам в специальности. Почему? Потому что люди еще ничего не знают, и нужно их как-то подвести к этому делу. Ну а наша аудитория тем более, она такая, значит, самобытная, еще только начинающая, ей тем более, значит, нужно это как-то изложить более доступно, более просто, и в то же время более объемно сориентировать ее на дальнейшее изучение марксизма, то есть ввести в специальность. Ну я думаю, да не думаю, а вот думал над этой лекцией, что тут нужна и какая-то особая методика для таких вот начинающих. И мне кажется, эта методика, она требует, значит, некоторого образа, некоторого такого момента образности, который действительно вводит в марксизм. Ну и такой образ мне представился в виде трех моментов или трех вопросов этой лекции. Первое – это можно назвать тропинкой к марксизму, то есть как человечество пришло к марксизму, как люди приходят к марксизму. Второй вопрос, второй момент, он связан с обозначением именно начала. Начало пути, ворота в путь, ворота в храм, значит, науки обрисовать. Что это такое? Какие тут основные, значит, моменты? Ворота, значит, сами, ворота, верхняя часть этих ворот и дальше путь сам, по которому следует начинающий. Так вот, что касается тропинки, то это очень простой вопрос. Это вопрос, связанный с историей. Значит, отчасти историю вы изучали в школе и знаете, что всю жизнь в обществе, значит, были два класса. Из них один угнетаемый, один работающий, один создающий все материальные ценности и при том остающийся в бедности, значит, в подчиненности, в униженности, в оскорблениях и так далее. Но этот класс вел неустанную борьбу со времен рабовладения. Рабы вели борьбу, крестьянство вело борьбу, рабочий класс вело борьбу. И на таком значительном этапе развития производства и рабочего класса в нем, значит, и интеллигенции, ученые начали задаваться вопросом, что как же так получается, что масса людей работают, работают и остаются нищими, во-первых. Во-вторых, они подметили, что чем более нищим является население, тем слабее является государство. И нам, собственно, не надо залезать далеко в историю. Мы сейчас видим на своем положении, на положении своей страны, что наше самое нищее, значит, в Европе население России, оно отказалось и в таком очень слабом государстве, без союзников, без каких-то взаимодействий серьезных, всеми притесняемым, всеми гасимым и издевающейся Европой. Вот эти санкции многочисленные, они даже не столько, может быть, носят экономическую такую цель, сколько цель издевательства, унижения, принижения, то есть создание такого настроения у народа, такого упаднического, значит, умонастроения, которое не способно ни к какому серьезному действию, в том числе и к действию толкания начальства, принуждение начальства к развитию общества. И выдающимися людьми такого рода оказались в первой половине 19 века Карл Маркс и Фриде Хенгельс. Они, собственно, включились в эту работу во время так называемых революций в Европе в середине 19 века. В 47-48 годах прошли массы революции во многих странах Европы. И Марксу и Энгельсу обратились, значит, борцы, прежде всего немецкие борцы под руководством Вейтлинга, что, мол, составьте нам программу, вот что нам делать рабочему классу, как нам преобразовать себя, свое общество и вообще жизнь в целом, чтобы жизнь была более справедливой, честной, красивой, ну и так далее. И надо сказать, что Маркс и Энгельс, они были к этому готовы, они до этого уже написали книги, которые были посвящены этой проблеме, в том числе выдающийся молодой тарактат Фридрих Энгельса «Принципы коммунизма», который я всем рекомендую посмотреть и удивиться, как молодой человек, там было что-то около 25 лет, написал такую небольшую, значит, программку, можно сказать, в которой были изложены такие глубокие основные положения коммунизма. Да, ну и Маркс тоже был подготовлен к этому, и в 48 году они сели, дружно, интенсивно поработали и написали выдающийся гениальный труд «Манифест коммунистической партии». Вот 1848 год, можно сказать, год рождения коммунизма, когда было опубликовано вот это выдающееся произведение. Вот его центральным пунктом было сведение всего марксизма, всего их учения, всего коммунизма к одной фразе. Они так и говорят в манифесте. Наше учение можно выразить одной фразой «Уничтожение частной собственности». Точка. Все. Причем здесь полезно для начинающих сказать, что вот эта мысль о том, что именно частная собственность тормозит развитие человечества, именно частная собственность приводит к жесточайшей несправедливости, к воинам, к эксплуатации, к исчезновению народов целых, является частной собственностью. Именно она источник всех раздоров и указал на это не кто иной, как выдающийся греческий, древнегреческий философ Платон, ученик Сократа и учитель Аристотеля. И вот с этого момента начинается та философская традиция, которой и мы придерживаемся. И если вы потом эту традицию узнаете, вы будете понимать, что вот все другое, все, что противоречит Сократу, значит, Аристотелю Платону, оно это другая традиция. Это традиция субъективизма, с традиция самомнения, с традиция такого извращенного внимания к своей сущности, к своей персоне. И сегодня очень много таких под пустомель, которые создают трактаты, пишут, изощряются там, значит, выражение своих мыслей и в конце концов приводят к пустоте. Это вот такие голые короли. Скажем, примером такого голого идейного короля можно считать философ. Ну, что-то выскочило из головы. Мираб Константинович, как же его фамилия-то? Выпал из головы, потом я его вспомню. Значит, то есть, вроде много всего, но все это пустота. И человек со здравым смыслом, он это не может читать. Он почитает страниц 5-10 и понимает, что его водят за нос. Но если он сам такой же вот человек, такого же свойства, вот ему кажется, что там какая-то глубина, какая-то субъективная такая глубинность, тонкость. На самом деле, это пустота и пустота. Это вот паук плетет свою такую нить. Да, значит, наша традиция, она идет от Аристотеля, Сократа, Платона, приводит к Гегелю, к немецкой классической философии, и у них учатся Марс и Энгельс. Причем Гегеля они изучают довольно основательно. Несколько раз принимались за изучение Гегеля и, в конце концов, усвоили очень глубоко и признали своим учителем. Вот важно, что в этой традиции последовательнее они признают открыто, публично признают своих учителей. Наши учителя, вот это. Да, ну и сейчас, когда человек начинает интересоваться жизнью, экономикой, политикой, ищет истину в этих вопросах, он также неизбежно приходит, значит, и к постановке вопросов, и к ответам, которые дали Марс и Энгельс еще в середине, значит, девятнадцатого века. Поэтому вот эта тропка, она, собственно говоря, и есть введение, приведение к марксизму. То есть вот так люди приходят к марксизму. И что является такими воротами, что является основными такими ориентирами при изучении марксизма? Основными и основными ориентирами являются такая ориентация на науку, на научность. И в этом смысле надо знать, что такое наука. И не просто знаю, я знаю, что такое наука, а это должно быть познано. Вот есть знание, а есть познание. Есть знакомство со знаками, со значениями даже, а есть познание. Познание, то есть точное знание понятий и теорий. Так что такое наука? Наука – это систематически развернутое знание в понятиях. Точка. Это надо усвоить. Такие вещи, как и в математике и в любой другой науке, они должны запоминаться. Вот нужно четко знать, что такое наука. Наука – это систематически развернутое знание в понятиях. И вот эта мысль, выраженная в понятиях, она сразу задает ориентиры. Или можно сказать, вот столбы, ворот. Два здесь основных понятия. Во-первых, само понятие, да? Понятие – понятия. И во-вторых, система. То есть знание системным должно быть. Видите, наука – знание систематически развернутое в понятиях. Соответственно, здесь существует рефлексия, взаимоотражение понятия, понятия – понятия и науки. Значит, если наука есть развернутое понятие, стало быть, понятие есть свернутая наука. Почувствуй разницу. Но наука, главная ее форма – это теория. Поэтому еще более жестко сформулировать мысль эту можно так, что теория – это систематически развернутое понятие. Тогда понятие – это свернутая теория. И это должно быть ясно. Раз теория – это развернутое понятие, значит, понятие – это свернутая теория. С одной стороны, вроде понятие – это слово. Скажем, понятие стоимости. Стоимость и стоимость. Все равно в магазине спросить, сколько стоит или какая цена. И мы не замечаем здесь никаких понятий. Мы здесь живем в естественном языке. Но уже в естественном языке понятие, то есть опыт человечества, связанный с этими предметами, он уже выражен в этом понятии. И это понятие с опытом, оно обрастает содержание. И наша задача – вот это содержание, которое человечество уже вложило в это понятие, в этот термин, в это слово. И этим, собственно, наука и занимается. Она это, значит, содержание раскрывает в понятии, а раскрывая понятие, вы раскрываете и теорию. Скажем, капитал Марса начинается с простого, с простейшего понятия – товар. Это понятие развернутое, разворачивается в капитале и заканчивается, значит, целостной теорией, понятиями окончательными классов. И с точки зрения классов мы видим, как эти классы функционируют, что они имеют в процессе производства, в каком производстве они, значит, действуют и чем это участие, это действие заканчивается для каждого из классов. Так что понятия и система, понятия и теория – это взаимосвязанные рефлексивные понятия. И нужно хорошо себе вот это понимать и представлять, значит, что понятие – это не просто слово, это не просто термин, а это целая снятая теория, любое понятие. Скажем, начинаем там из товара, но в нем сняты и все другие понятия у грамотного человека. Он неграмотно, у него ничего не связано, у него товар и товар. Едет товарный поезд, значит, он везет товары. Или там товарный рынок. Ну, там, наверное, продают вот товары. Или, скажем, да, рынок даже вот в советское время. Пойдем, рынок было много, и сейчас их много, но они и в советское время. Пойдем на рынок. На самом деле, рынок как общественное явление уже давно кончилось. В Союзе рынка как общественного явления, как отношения всеобщего не было, а рынки колхозные, на которых колхозники продавали свои излишки, они были, но они уже не носили вот этого характера общественного отношения. Значит, но начинается всякое понятие, а стало быть и теория, да, с определения. Поэтому, значит, определение понятий, их нужно тоже знать. Если вы хотите развертывать что-то, да, вы должны это выразить в мысли, то есть в определении. Значит, стоимость. Что такое стоимость? Спросите окружающих. Я думаю, что окружающих и вам ничего не скажут. Даже такая вещь, как зарплата, вот я уже перестал удивляться некоторое время, но лет, наверное, десять-пятнадцать, может быть, больше удивлялся, что люди не знают, что такое зарплата. А зарплата – это цена рабочей силы. Вроде бы каждого человека это касается, это же твоя зарплата, поинтересуйся, не знают. Зарплата – это вот деньги, которые выдают в кассе. Так деньги-то выдают в кассе, но что такое зарплата и как она связана со стоимостью? Это существенный вопрос. Чтобы бороться за свою зарплату, надо знать, что такое зарплата и как она соотносится со стоимостью. Так что, значит, понятие – это вот такой столб, на котором базируется все мышление. И надо сказать, что практически нигде, ни в какой стране, никакая сила, никакие теоретики против понятия и его роли в науке не выступают. Все, в общем, согласны, да, понятия. Но понятия разные и определения понятия разные. Скажем, одно дело у нас, в марксизме определение понятия, а другое дело, скажем, у кого-то другого, в каких-то других концепциях. Но систематически развернутая, то есть система, и с системой здесь уже второй столб, да, система. С системой более сложно. Почему? Потому что, с одной стороны, понятие системы, оно известно со времен Древней Греции, значит, с арестователя, с других философов. И все признают систему. С другой стороны, в середине 20 века вдруг, как зараза пошла, значит, вот нужен системный подход, нужны системы, все системно, значит, мышление должно системно. Как будто свалились с Луны, как будто для них, до них, значит, никто системно не мыслил и не понимал, что все системно, и мышление поэтому тоже системно. И надо сказать, что теперь понятно, что вот этим, как бы, преувеличением системы и системности боролись с тем представлением и пониманием системы, которое было традиционным со времен Аристотеля. Дело не в системе, не в системности самой по себе, а в истинности системы. Конечно, системно. Всякие здравомыслящие люди вообще мыслят системно. Другое дело, что сама системность в них более-менее ограничена. У одного это более такой правильный, глубокий подход к системе, у других менее глубокий. Вот, у математиков, скажем, вообще мышление системно, они систем всяких формальных готовили уже миллионы, а может, миллиарды. Но дело не в этом, а дело в истинности. А истинность, она опять-таки связана с понятием. Поэтому истинной системой не на сегодняшний день, а со времен Гегеля является дилектическая система. Система дилектических понятий. Система дилектических понятий, развернутая, значит, в понятийном мышлении, которые пользовались и сам Гегель, и Маркс Энгельсом, и Ленин, и все здравомыслящие люди до сих пор пользуются. И настолько, насколько они эффективно пользуются, настолько эффективны их делам. И опыт нашего руководства СССР, он показывает, что вот таких людей, грамотно пользующихся вот этим дилектическим системным мышлением, их практически в управляющей сфере не осталось. Скажем, конечно, Никита Сергеевич Хрущев, он когда-то закончил курсы и даже поучился в Комакадемии, не спеша так наряду со своей основной работой. А там работы было в ОРО, строительство социализма в Московской области, потом на Украине. Ему не до учебы было, поэтому у него как накопился опыт из революционных разговоров там 17-20-х годов, так и остался. Поэтому теоретик он никакой. Кстати, потом это и Маленков признал, что вот теоретики мы никакие по сравнению со Сталином даже. Или, скажем, Андропов. Андропов, он высшее образование получил уже, будучи председателем КГБ. У него не было даже высшего образования, хотя он тоже поучился там на курсах на партийных, заочно закончил высшую партийную школу, заочно закончил. Тоже некогда там было, он занимался руководством в Карелло-Финской АССР. Вот ему было, конечно, тоже не до учебы, поэтому он под старость лет вдруг заявил, значит, в одном из выступлений. Мы не знаем общество, в котором живем. Это уже в 70-х годах, да, в 70-х еще годах, в конце 70-х годов. Так, мил человек, руководишь страной и не знаешь общество, в котором ты руководишь. Но это было, может быть, с одной стороны честно, а с другой стороны, может быть, он нас водил в заблуждение. Хотел сказать, что вы ничего не знаете, не понимаете и не суетесь. А мы будем тут развивать рыночные отношения и реформы. Я думаю, что еще вот такой здесь был смысл и оттенок. Так что системность чрезвычайно важна. Но и системность и понятия, они упираются в истину, в истинность. Вот системность должна быть истиной, да, и понятия должны быть истинными. И цель должна быть истиной. Вот цель наших изучений и познаний – это истина. Тоже здесь ведь никакого открытия нет. Значит, истина со времен Сократа – это такой важнейший предмет изучения. Сократу даже казалось, что вот почему люди плохие, аморальщина, преступность. Потому что они не знают истины. Вот мы их научим, что значит истина. И они все станут хорошими, и жизнь у нас наладится. Это, конечно, заблуждение, что касается этической стороны дела. А что касается истины, то Сократ первый, кто стал пользоваться определенными понятиями. И в этом смысле подготовил Платона и Аристотеля к пониманию истины и истинного. Но Аристотель сформулировал понятие истины. Хотя у него получилось несколько таким ограниченным образом. По видимости, это как раз общий образ. Истина – это соответствие мысли предмету. Это любой мысли любому предмету. Это слишком обще, и поэтому это правильно, но это не истинно. Хотя это определение дожило практически без изменений до Гегеля. До, ну считайте, до 1812 года. И только Гегель в науке логии наконец разъяснил здесь суть дела. А суть дела сводится к понятию. Истина – есть отражение предметов в понятиях. И понятия, есть соответствие понятия предмету и предмета понятию. Вот мы предметы ведь оцениваем, да? И как мы их оценим? Мы оценим, соответствуют они понятию-то или нет. И устанавливаем истину, и говорим, что не соответствуют. Скажем, соответствует Конституция, которая была до недавнего обновления, понятию Конституции. И я много раз, и Михаил Васильевич Попов много раз объясняли, что она не соответствует понятию Конституции. Она не то чтобы не была принята, она даже не выставлялась на референдум. По видимости, вот вроде мы ее обсуждали, вроде она выставлялась. На самом деле она не выставлялась, она подсунута была в 93-м году. И задача, значит, Путина вот сейчас в этом обсуждении обновления Конституции, она заключалась не столько в самих, может быть, там этих обновлениях, сколько в ее легатимации. То есть, чтобы народ проголосовал действительно вот за обсужденные Конституции. И теперь вроде она соответствует своему понятию. И так во всем. Соответствует этот человек понятию человека. Кстати, этим вопросом еще во времена Платона задался Диоген. Знаете вы, наверное, философ из бочки. Диоген как-то идет по Афинам днем с факелом. Подходит к людям, значит, тычет, перед ними факел, разглядывает. Что ты хочешь, Диоген? Да вот ищу человека. То есть, прошел там пол Афин, человека не нашел. Понятно, что есть разница, зазор, да, между явлением человека, единичным человеком, и человеком в собственном смысле слова, в смысле понятия человека, в смысле достойный человек. Человек должен быть достойным самого себя. Да, вот этот зазор есть. И Гегель и научил нас, что не просто мысль соответствует предмету, а истина – это понятие, соответствующее предмету. И предмет, и соответствие предмета понятию мы устанавливаем, соответствует, значит, этот предмет своему понятию. Не соответствует. И мы сегодня видим, что вообще мало что соответствует. Скажем, нынешнее масло. Масло, приготовленное наполовину из пальмового масла. То есть, это наполовину маргарин, да еще из пальмового масла. Это подделка, а не масло. Или там масса других продуктов. Скажем, это вот в 90-х годах там, скажем, спиртные напитки, водка. Сплошные подделки, она не водка. И говорят, паленая водка. Паленая водка, значит, не водка. Значит, одежда всякого рода сейчас вся синтетическая. Она тоже, в общем-то, не соответствует понятию человеческой одежды. Богатые люди в синтетических штуковинах не ходят. Или ходят для виду, скажем, там Путин ходит, конечно, иногда в курточках таких. Но богатые люди ходят в естественных материалах, да. Едят колбасу по две-три тысячи, которая лежит в Елисеевском магазине. Пьют водку, которая тоже по две-три тысячи в Елисеевском магазине. Это вот настоящая, хорошая водка. А, скажем, то, что пьют и мы, напитки всякие, это, ну, просто безобразие. Да, теперь люди творог боятся есть в Ленинграде. Потому что творог весь какой-то искусственный, ненастоящий. И так далее, и тому подобное. Не буду долго затягивать эту тему. Я думаю, что она и так ясна. Итак, вот эта перекладина ворот, да, вверх – истина. И истина, она и показывает нам путь, по которому нужно двигаться в маршизме. Это путь истины. Значит, путь, указанный Сократом, Платоном, Аристотелем, Иисусом Христом, если хотите. Иисус говорит, я научу вас истине, и истина сделает вас свободными. И действительно, свободный не может быть без истины. Человек не может быть свободным, не зная истины. Не может освободить себя, не зная истины. Не может освободить себя, не зная истины о зарплате, о профсоюзах, о партиях, о классах, о каких-то других делах. Он будет, значит, темным, незрелым человеком, которого будут обманывать. И сейчас вот это вот колоссальное обман, он, собственно, и висит в нашем обществе. Причем не только, скажем, какие-то люди необразованные, а наши просветители, советские просветители, которые, значит, не отреклись там от коммунизма, в Ютубе там, где-то и в других каналах, выступают за коммунизм, за обновленный социализм, не понимают, не знают марксизма, не понимают, не знают понятий. И это очень грустно. Понятие – это сведение многообразия явлений к единству, к единству мысли, скажем там, понятие «цветок». Это растение – цветок. Значит, таких растений очень много. И все они сведенены в одно понятие – цветок. Что такое цветок? Цветок – это орган размножения растительных существ. Но эта наука, эта сущность, это понятие, в нем от настоящего живого цветка, конечно, ничего не осталось, от его красоты, аромата там и так далее. Но здесь и не нужна, значит, исследование истины, здесь аромат мы можем потом восстановить, но сначала нам надо дойти до сути, до истины. И вот эта истина, она в марксизме открывается прежде всего через диалектику природы, через науку логики, значит, науку логики Гегеля. Гегель дает методологию. Истина и понятия не даны непосредственно, скажем, не даны от рождения. Даже после школы средней они не даны человеку. Человек до них должен дойти через науку. Значит, поэтому для этого нужно изучение. И вот это изучение человечества, оно пришло к науке логики Гегеля, и мы теперь доходим до истины через опосредствование наукой логики, то есть изучаем науку логики, чтобы научиться грамотно оперировать понятиями, грамотно использовать понятия. Ну и нужно сказать, что наша пропаганда науки логики за эти 30 лет, она, в общем, дала свои результаты. И сегодня мы наблюдаем интересное явление, что вот наука логики – это такое чтение, которое тоже трудно читать. Трудно читать. И некоторые бросают там на 20-30 страницы. Но это всё-таки наука. Наука всякая трудноскам. Если возьмёте изучать математическую логику, какой-нибудь учебник Вихтенгольца, то тоже почитайте там сам 5-10 страниц, и бросите почему-то, что это трудно. Но если вы хотите достичь истины, эту трудность надо преодолевать. Значит, считать два раза, три раза, советоваться, представить телеметры науки, советоваться с учёными, советоваться с товарищами. И, наконец, вы разберётесь, поймёте, будете двигаться. Во-вторых, значит, коль скоро наука логики просветила Маркса и Энгельса, здесь нужно иметь в виду, что на основе вот этой методологии науки логики они создали свои выдающиеся произведения, из которых попроще может быть других, ну, во-первых, сам манифест коммунистической партии. Значит, это небольшая брошюра, она изложена именно для рабочих, ну, конечно, не для Львова Раджи, который этим не интересуется, а для интересующихся рабочих. Написана ярким публицистическим языком и читается, как говорится, на одном дыхании. Там, может быть, есть вещи какие-то и непонятные, но можно вполне обратиться, значит, там к словарям, к чему-то ещё и усвоить эту работу. Более глубоким, но тоже довольно простым является сочинение Энгельса, «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Тоже для начинающих, это замечательная работа, она интересна исторической своей частью, о роде римском, о роде германском, о других родах, и она интересна в своём политическом содержании, поскольку разъясняет, что такое государство. И из этой работы Ленина человек поймёт, что такое государство, какие они бывают и что с ними делают, как их используют богатые люди, как их используют бедные люди. Ну и, конечно, главный труд марксизма – это капитал. Это большое, значит, можно сказать трёх-, а можно сказать четырёхтомное произведение, причём тома довольно большие, которые тоже нужно читать. Я вот когда про Гегеля-то говорил, не довёл мысль до конца, что вот Гегель сегодня многое издаётся, и сейчас в доме книги лежит новый тип издания науки и логики – книга по требованию. То есть возникло некоторое издательство, которое понимает, что вот есть потребность, то есть мы вызвали вот эту потребность в науке и логике. И теперь возникло издательство, которое издаёт науку, логике и потребованию. То есть захотели вы почитать, нигде нету, написали в издательство, для вас персонально издадут, значит, науку, логике и Гегель и пришлют, только платите деньги. Нынче дело не в идеях, нынче дело в деньгах. Да, также и Марс и Энгельс. Скажем, если вы сейчас зайдёте в дом книги на Невском, там лежат и произведения Марса. Кстати, «Капитал» – такое чуть ли не карманное издательство, только читайте. Вот почему? Потому что это приносит деньги. Люди заинтересовались, наконец, капиталом. Я думаю, что вот эта жизнь наша, отвратительная, она вызывает интерес, наконец, к серьёзным вещам. Люди хотят разобраться в серьёзных вещах. И это можно только приветствовать. Кстати, там лежат и несколько книжек Михаила Васильевича Попова, изданных совместно с Гоблином. Тоже, значит, целая там полка. Вот Михаила Васильевича книжки стоят, только читайте. Всё, всё для вас, дорогие товарищи. Ну и, конечно, марксизм будет неполон, если не почитать работы Владимира Ленина, особенно такие ключевые. Я имею в виду «Материализм и империкритицизм», «Империзм как высшая стадия капитализма», «Государство и революция». Значит, надо сказать, что и Маркс Энгельсом, и Ленин, они писали книги с расчётом на рабочих, чтобы этой книге, эти мысли были доступны рабочим. Поэтому нынешний и рабочий, и интеллигент, которые, ну, не чужды истины, не чужды стремления к истинному, они это вполне способны прочитать, в значительной степени усвоить. Ну, а если, значит, есть какие-то сложности, то для этого есть нынче много разных форм, значит, изучения марксизма, в том числе наш Красный университет. В Красном изучении мы довольно подробно изучаем марксизм в целом и, значит, его отдельные произведения. Поэтому, милости просим, что называется. Ну и, наконец, я думаю, что надо сказать о том, что вот само понятие марксизм, да, оно оказалось довольно таким многоплановым, разносмысловым, многоразлично используемым. И это иногда приводит к заблуждениям, причем серьезным. Скажем, что такое марксизм, если спросить даже грамотного человека. Вот, вам дадут самые разнообразные определения. Теперь, если обратиться, скажем, даже к Ленину, Ленин характеризует марксизм. Марксизм – это теория, кое-где он говорит, марксистская теория. Или учение, иногда он говорит. Учение марксизма верно и так далее. Или он говорит в плане статьи «Марксизм» Карл Маркс и учение его, биография, биографический очерк и учение, значит, доктрина. Марксизм – это доктрина. Я уж не говорю о том, что сам Энгельс иногда говорил о мировоззрении, о миропонимании. Или Ленин говорит о миропонимании, о миросозерцании Маркса. Вот он пишет в статьях по «Три источника и три сторонных части марксизма» «Миросозерцание». Значит, спрашивается, о чем в каждом конкретном единичном случае идет речь. И я думаю, скажем, вот если задуматься, просто задуматься на эту тему, то теория не подходит. Почему? Скажем, экономическая теория Ленин употребляет. Значит, экономическая теория марксизма. У него там раздел в статье Карла Маркс, раздел «Экономическая теория марксизма». Да, конечно, капитал – это экономическая теория марксизма. Но, значит, кроме капитала у нас и другие есть экономические учения. Теперь, в самом этом капитале там несколько теорий. И Энгельс выделяет, например, теорию прибавочной стоимости. Главное открытие Маркса, говорит Энгельс, – это теория прибавочной стоимости. Открытие прибавочной стоимости, но как теория прибавочной стоимости. Поэтому, вот, можно говорить не о прибавочной стоимости, как, значит, не теории, а можно говорить об учении, об экономическом учении марксизма, которое включает несколько теорий и о прибавочной стоимости, и о классах, и о рентах разного рода, и о рабочем дне, и о стоимости, и о рабочем труде, и о труде производителем, и так далее, и тому подобное. Теперь, учение использует, значит, Ленин, и мы говорим сейчас, экономическое учение. Но вообще говоря, вот в трех источниках и трех основных частях марксизма Ленин говорит об учении марксизма в целом, предполагая социальные учения марксизма, и рассматривает марксизм в контексте социальных учений, и что нападают на марксизм как социальные учения, критикуют, извращают как социальные учения. Поэтому можно сказать, что не только, стало быть, экономическая теория входит в социальные учения, но и политическая теория. То есть социальное учение марксизма включает, значит, экономическую теорию, политическую теорию и философию в ее методологической части. Но вот в статье Карл Марс, это уже после трех источников трех основных частей марксизма, он говорит о доктрине. И не открывает для себя, а наталкивается, что все-таки предыдущие работы, они не полны. В них не хватает, естественно, научной части. И Ленин вспоминает, что есть сознание 19 века, есть сознание 20 века, должны быть учтены при характеристике. Тогда еще не было издана диалектика природы Энгельса. Вот Энгельс занимался вот этой частью марксизма, значит, вопросами естествознания и диалектики естествознания. Но он не подготовил печать и не напечатал эту работу, она была опубликована только в Советском Союзе в 1925 году, уже после смерти Ленина. Поэтому, если говорить о мировоззрении марксизма, то нужно еще дополнить социальные учения, учениям о природе. Но тогда лучше сказать, объединить вот эти учения, экономическое учение и политическое учение, как социальную картину мира, если хотите, социальную картину или социальное учение в целом. И естественно, научную картину мира и третья часть мировоззрения – это методология с центром, значит, наук логики или методологическое учение марксизма. Хотя мне кажется, что это все-таки логика и в ней не хватает учения о чувственной ступени познания. А я думаю, что она необходима. Почему? Потому что именно в части чувственного познания, мне думается, много еще не сделано. И в связи вот этой ступени чувственного познания и рационального, разумного познания, как говорит Гегель. Вот наука логики – это разумное познание. Он выделяет еще раз суточное познание, это в понятиях, но не систематических. И чувственное познание, то есть познание в образах, понятия в представлениях или вообще уровень представления, то есть уровень обыденного мышления. И я думаю, что если вот это все, значит, соединить вместе, мы получим мировоззрение марксизма, состоящее из трех учений. Учений методологического, значит, учения в обществе или социального учения марксизма и учения о природе. Но учению о природе как-то не очень повезло. Вот такого систематического изложения учения о природе, в общем, до сих пор у нас нет. Хотя попытки отдельные были сделать, но я думаю, пока это не развернуто. Соответственно, нет еще и развернутого образа мировоззрения марксизма в целом. Части разработаны подробно, глубоко, а целого, я думаю, что изложения мы пока еще не имеем. И я думаю, что вот молодое поколение, которое сейчас вливается в науку, которое пойдет по этому пути, оно, наконец, нам изложит и представит целостное мировоззрение марксизма. Чего я вам всем и желаю. Успехов! Спасибо. Переходим к вопросам. Александр Сергеевич, что такое догма? Ха-ха, догма. Хороший вопрос. Спасибо. Догма – это вопрос, связанный с проблемой догматизма. И вот в советское время очень много поднимался вопрос о догматизме. Было очень много критик и марксистов в догматизме. Кстати, и Ленина обвиняли в догматизме. И Ленин на это отвечал. Мы твердокаменные марксисты. Вот. И нас с пути марксизма не совьешь. А одна дама даже взяла себе, марксистка, даже взяла себе, значит, псевдоним, ортодокс. Ортодокс или догматик? Орто – учение. Ортодокса – учение. Догматизм. Ортопрямое, а докса – учение. Прямое учение. Кстати сказать, Мохаммад наставлял свою паству. Идите прямым путем. То есть, вот, ортодоксально идите к истине. Идите истинным путем. В чем проблема? Проблема в том, что, значит, докса – учение, его надо знать. То есть, если вы не знаете учения, вы никто, собственно говоря, и даже не догматик. Если знаете там что-то такое учение, ну, еще можно обзывать вас догматиком там и так далее. Или, скажем, православный. Кто такие православные? Православный – это правильно славят Господа. То есть, правильно догму исполняет. Правильно следует догме. И без знания догмы, без правильного следования ей речь ни о чем. Другое дело, что и Ленин, и Сталин, и, значит, некоторые вот критики справедливо указывали на догматизм всех или иных товарищей. В чем дело? Дело в том, что догматизм – это омертвление формы мысли. Форма мысли. Мысль сама, она не мертвеет. Она или истина, или не истина. А формы ее выражения, представления, применения, они, конечно, мертвевают со временем. Жизнь уже изменилась, форма изменилась, а товарищи все продолжают ей следовать. И тогда они становятся догматиками. Поэтому, тут противоречие. С одной стороны, нужно быть догматиком в том смысле, что следовать догме. Ваше право, следуйте любой догме. Хоть православной, хоть, значит, этой вот коронической, марксистской, если вы уж выбрали марксистскую. Но опасайтесь омертвления. То есть, вы должны всегда, значит, учение правильно, грамотно, гибко применять к собственным обстоятельствам. Если вы этого не делаете, вы становитесь догматиком. Пустомелий. Позорите скорее учение свое. Поэтому, вот вам и догма. То есть, догму надо уважать, догму надо ценить, догму надо изучать. Причем, и другие догмы тоже надо знать. Скажем, вот я считаю, что философу, грамотному человеку, занимающемуся в серии идеологии, нужно и христианскую догму, учение Христа надо знать. Кстати, чтобы не следовать церковному, католическому или православному, или протестантскому церковному учению. Почему? Потому что они сами не понимают своего учения и учат людей тупости. И вот, скажем, еще в XIX веке Тютчев обратил на это внимание, что не понимает, он так вежливо, тонко церкви указывает, что она не понимает, чем она занимается. Тютчев – христианский православный человек. Буквально четверостишая. Путь промысла его, его, Христа, неведом потому, что верят все в него, но веры нет ему. То есть, веры в него, то есть, они верят в Иисуса, как в какой-то объект. Для них Иисус – это объект поклонения. Объект в переводе с латинского – это предмет. Они делают Иисуса предметом. То есть, расчеловечивают его, отупляют его, делают идолом. Официально вся церковь, в том числе и православная. Кирилл этот несчастный. Тогда как, значит, верить-то люди, призванные, Иисус призывает верить ему, его слову, а он несет слово Божье. Вот чему надо верить. Значит, Богу, как субъекту, Богу, как, значит, брату, Иисус обращается к Господу. Отче наш, ижеиси на себе, на небеси. Нас, то есть, нас, братьев, в отношении к Богу. Вот до чего доходит догматизм, скажем, в православии, в христианстве. Ну и, конечно, догматизм в марксизме, он тоже был явлением довольно, не довольно, а очень устойчивым и сильным. Так что, вот и, скажем, и нас фактически это готовили в условиях догматизма. Официальный догматизм, скажем, учебник философии под редакцией Академика Константинова, это жуткий догматизм, это извращение марксизма. И это был переворот, совершенный, значит, в идеологии в 1961, 60-м, может быть, 62-м году, когда нам преподавали вот этот догматический, тупой марксизм. Ну и, конечно, многие люди, особенно студенты, от него отвращались, и, в общем, их можно только посочувствовать. Так что, учите догму, изучайте догму, будьте последовательным учеником, пропагандистом и развивателем, если у вас есть возможности, но не будьте догматиками, конечно. Скажите, пожалуйста, о формулировке марксизм – это единственное современное цельное научное мировоззрение. Где место образному постижению мира? Или эта формулировка не совсем правильная? Нет, нет. Образное постижение, оно, так сказать, основное. Человек познает, люди познают, да, все в образах, начиная с детского возраста и кончая старости. Мы же все познаем чувственность зрением, ушами, там, другими органами чувств, превращаем предметы, явления, процессы внешнего мира в некоторые образы. И только усилие, да, усилие образовательное преобразует вот эту массу многообразия чувственного опыта в понятие усилия. Это вот нужно изучать. Тогда мы переходим к понятию. Где место поэзии, кинематографии? Вот в этом вот научном мировоззрении. Вот это хорошее уточнение. Спасибо. Да, значит, искусство, это вообще образная форма познания, то есть искусство, оно и познает тоже мир, мир один, его больше нечего познавать в мире, кроме мира. Но вот в образной форме, оно ищет прекрасные пропорции и в каких-то предметах, в том числе житейских, эти пропорции воплощает в жизнь. Или, как говорил Лейбниц, наоборот, значит, что, в чем стоит деятельность скульптора? Деятельность скульптора состоит в создании идеи. Он берет глыбу брамора, отсекает лишнее и оставляет только идею. Значит, то есть, знанием, содержанием знания все равно является понятие, но оно представлено в образной форме. В образе, там, скажем, Моисея, вот у него есть такая скульптура Моисея, или образа день, день, ночь, вечер, утро представлены. Я уж не говорю об образах всевозможных, там, Иисуса, Девы Марии, там, младенца на руках Девы Марии и так далее. То есть, всевозможные эмоциональные состояния и отношения к человеку. Ну, конечно, когда видишь такую вот девушку с младенцем на руках, вызывает массу эмоций, переживаний, какая вот славная девушка, какое нежное отношение. Как это чувственное познание мира соотнестись с научным постижением мира? Каких они пропорции находятся? Значит, еще на первую я не ответил, недоответил. Значит, это вот искусство, сфера чувственного познания. Теперь, есть промежуточная сфера между чувственным и научным в понятиях. Значит, это как раз религия. Вот религия, она уже когда-то начала этот путь понятийного познания, то есть, строго выделения, значит, определений, законов и соотношений в жизни людей. И в этом смысле, скажем, что такое религия? Религия – это осознание и понимание всеобщей связи между людьми по преимуществу в чувственной форме. То есть, вот эту связь они уже осознали, скажем, не убей, не убей. Почему? Потому что ты убьешь, и тебя убьют. Мало того, тебя убьют, потом это потянется, братьев твоих начнут убивать, сестер там и так далее и тому подобное. Или не укради. Украдешь, во-первых, тебя накажут, если поймают. Во-вторых, у тебя тоже будут кратить. Ну и так далее и тому подобное. То есть, мысли о всеобщей связи между людьми в религии уже были, они уже долгое время осознавались. Но и в христианстве, конечно, есть развернутые даже сейчас социальные учения православной церкви целые есть. Это уже понятие. Там извращенные, они какие-то неполные, еще какие-то, но они понятия. Но вот такая смесь неявная и, значит, там, ну, больше обмана, чем истина или какого-то содержания. Я уж не говорю о том, что каждый молебен там этого, по смертью смерть поправ, смертью смерть поправ. Там долдонит этот вот поп перед пастрой глупость эту. Никто никуда не поправ. Смерть вплетена в жизнь, и жизнь ее преодолевает и побеждает. Возрождение жизни каждый раз. Да, да, жизнь побеждает. Жизнь и так побеждает, в целом она побеждает. В целом, а не в одном человеке. Да, значит, вот это посредствующая ступень. Но она так все-таки для образованного человека, она более-менее уходит. Поэтому, чем развитие ребенок, чем вот более широко он освоил вот эту сферу искусства, сферу чувственности, музыки, там, поэзии, живописи, скульптуры, тем он развитие. Тем больше у него содержания для последующего представления в понятиях этой сферы и для углубления в эту сферу. И, конечно, ребенок получается более развитым, разносторонним, значит, интересующимся, углубляющимся и так далее, и так далее. Но это не остается только в детстве, скажем, но и взрослые люди. Мы тоже свою чувственность культивируем. Ходим смотреть выставки, значит, в экскурсии, в музеи. Это все чувственное познание. Причем, вот в 21 веке техника уже дошла до того, через средства массовой информации, через съемки, видеосвязи, что мы теперь видим, что там делается на Луне, что там делается на Марсе, что там в глубинах океана. Мы познаем мир чувственно. И, значит, потом мы это все перерабатываем в понятия. То есть и в мировоззрении какие-то вещи, значит, у нас остаются. Наше мировоззрение развивается за счет вот этой познания вот этой чувственной большой богатой сферы. Скажем, и я вот до сих пор люблю посмотреть, значит, про Африку, там, про ее животных, про ее жизнь. Да, я думаю, это и все люди, животных-то посмотреть. Вообще, каждый день смотрю про наш парк в Крыму, парк «Любовь». Вот, да-да-да, конечно, ну, удовольствие сходить. Как они там живут-то? Отношения у них тоже вправе, там, интересно, если с людьми отношения нет. Так что чувственность сферы, она никуда не пропадает, она все время с нами, мы все время познаем. И все начинается, всякое познание нового предмета, чувственность. Встречаемся мы с человеком, встречают подежки, да, и подежки, и по лицу, по выражению человека. Значит, мы сразу определяем, какой это человек, хороший или плохой. Наш человек или не наш, подходит он нам или не подходит. Будет у меня с ним контакт такой дружеский или не будет. И я уж не говорю о том, что этот опыт перерабатывается в вежливость, в принципы вежливости. Скажем, захожу я в купе, и сразу я отношусь с добром к тем людям, которые находятся. Я к ним благожелателен, значит, вежлив, так, чтобы пока мы едем, тут наша жизнь была богата, чтобы мы обогащали друг друга знаниями, информацией какой-то. До тех пор, если они чего-нибудь там не сделали нехорошего, я вижу, что вот что-то человек неправильно поступает. Тогда и так далее. Спасибо. Следующий вопрос. Я понимаю, что отличаются ли менты борьбы сто лет назад, наши менты борьбы сейчас? Да, конечно, отличаются, хотя в основе, в основании они остаются теми же самыми. Главные-то методы борьбы остаются теми же самыми. Другое дело, что, может быть, средства борьбы стали более разнообразными, более такими эффективными, доходящими, средства связи стали более оперативными. Теперь контроля стало больше сверху, скажем, раньше там можно было просто провести какие-то куда-то предметы. Вот сейчас, я думаю, что ничего никуда не провезешь, все под контролем, все на видеозаписи. Вот. Но это нас и приучает к тому, что мы ведем борьбу культурно, достойно, на научной основе, поэтому, значит, 30 лет мы боремся, выступаем в самых острых формах, и никто к нам никогда не прицепился. Я только посидел в Кутузке пару раз, да, Виктор Георгиевич Долгов посидел, там он, по-моему, сутки или двое. Вот. А так к нам никто никогда не цеплялся, не прицеплялся. Мы говорим все, что думаем, говорим открыто, значит, никаких там у нас тайных каких-то конструкций, или связей, или разговоров нету. Мы все делаем открыто, свободно. Поэтому, значит, старые все методы борьбы, они сохраняются, новые, в основном, они связаны с новыми средствами борьбы. И, конечно, нынче, чтобы быть на уровне борьбы, нужно овладеть всеми вот этими мерами. И интернетом, IT-технологиями, значит, вообще техникой, быть технически вооруженными, и самим, и людям показывать, научить, как тут действовать. И я думаю, что в целом мы эту задачу выполняем. И я думаю, и будем выполнять. Еще есть вопрос один. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что каждый современный ученый, если он честен сам с собой, то он должен быть марксистом. Так как марксизм – это современное научное мировоззрение, то вне классового подхода ученый не совсем честен сам с собой, и получается, что он может запутаться как в собственной теории, так и в преподнесении обществу. Например, последние лекции я стала увлекаться в палеонтропологии, посмотрела Дробышевского и поняла, что очень много воды в лекциях. То есть накидана информация фрагментарная, и так как по ней нет классового подхода, классовой теории, то, в общем-то, нет и общей концепции лекции. А что человек хочет сказать этой лекции? К чему он ведет? Зачем вообще он эти свои мысли, научные, казалось бы, транслирует обществу? Какова его цель? Просто фрагментарно дать понятие, где какие были раскопки? Я бы задалась таким вопросом. Обязан ли ученый честный быть марксистом? Я думаю, что про обязанность здесь не скажешь. Почему? Потому что, во-первых, до марксизма нужно дорасти. Во-вторых, ученым, особенно взрослым, нужно работать, кушать, кормить семью. Поэтому мы регулярно сталкиваемся с явлением. Когда? Значит, 1, 2, 3, 5 марта 1953 года, товарищи ученые, были ленинцами, сталинцами. А 9-го, 10-го марта 1953 года, а тем более после 1956 года, перестали быть сталинцами. Как вот по команде спрашивается. А что это вы вдруг перестали-то? Потому что вам начальство сказало. Точно так же и в 91-м году были марксистами все-таки основная масса преподавателей общественных наук в Советском Союзе. Как только, значит, Горбачев озвучил предательство, куда-то и подевались марксисты. Ау, где вы марксисты? Что, в чем дело? Дело в том, что людям-то надо кушать. А начались притеснения марксисты. И чтобы выстоять против вот этих притеснений, нужно быть глубоко понимающим человеком. Скажем, мне, ну, Михаил Васильевич, я там, товарищи наши, мы-то люди глубоко понимающие, нас за пояс не заткнуть, а мы-то вот заткнем, в том числе и на своей работе, в том числе и на товарищей профессоров, и ректоров, и кого хотите. Вот, поэтому к нам не цеплялись. То есть, и работали мы всегда, и даже защищали диссертации. А основная масса, если есть какие-то слабости, чувствует какую-нибудь слабину, тем более, если какие-то недостатки в работе, они боятся, что их уволят, т.д. И они потихонечку сползают с этих оснований марксизма, с позиции марксизма. Но есть все-таки и другая такая, ну, серьезная социальная почва. А именно, то есть, если человек живет в семье большого начальника, большой начальник уже давно, он, значит, не сталинец, там, не марксист, а уже у него, значит, появились лишние деньги, уже ему Запад, кажется, лучше, ему хотелось бы вообще туда переехать. И жаловится, что вот если бы на Западе он жил, он бы был там. И ребенок, воспитываясь в этом духе, он воспитывается одновременно в неприятии коммунизма, Ленина, Маркса. То есть, для него антикоммунистическое мировоззрение с детства, оно является как бы настоящим. Оно-то является настоящим. А марксизм и Ленин – это что-то чуждо, это там рабочие какие-то занимаются. Диктатуры пролетариата, нехорошие люди. Сколько крестьян, плюс в обществе возникает целая антикоммунистическая тенденция после смерти Сталина-то, начиная, при Сталине там убили, расстреляли одни там сначала 2 миллиона, потом там 5 миллионов, потом там 10. Мне, мой родной дядя говорит, 13 миллионов расстрелял Сталин, мне маленькому. Там потом в перестройку там пошли 20 миллионов расстреляли, потом 30, потом Солженицын уже до 60 миллионов репрессированных. А мы уже привыкли, репрессированные – значит расстрелянные. То есть подменили понятия. И народ стал считать, что репрессированные – значит расстрелянные. И 60 миллионов – это уже сумасшествие, предел. Если из 200 человек 60 миллионов расстрелять – это почти треть. Или из 240 миллионов после войны – это четверть. Так кто работал, кто защищал родину, кто, значит, вооружение готовил, хлеб там и так далее. Это сумасшествие. Но оно было и общественным сознанием. И когда человек вырастает в таком сознании, он, конечно, к марксизму относится негативно и очень негативно. Эти факты говорят о другом. Если ученый изучает свой предмет, он хорошо знает фактический материал, будь то историк, антрополог. Получается, что он знает истину, но он сознательно от нее отступает. Я вам про это и говорю. Он знает. Он знает, что вот, оказывается, не 5 миллионов было расстреляно, а 10. И он сознательно несет ложь. Так не сознательно, а он-то это воспринимает, это ложится на его душу. Он так воспитан. И для него это ложится. Несмотря на то, что люди работают. Теперь, да, скажем. Как это ложится, как это сочетается, если человек… Очень просто. Журнал «Огонек». Журнал «Огонек» – это в Советском Союзе журнал номер один. И там они начинают наперегонки соревноваться, кто больше там найдет репрессированных. И это наворачивается. И человек втягивается в это дело. И без твердой позиции марксистской он увлекается этим делом. И для него это естественное сознание. То есть, получается, сама наука, которая дает человеку тоже истину, да, научное познание мира, она автоматически не приводит к человеку без твердых убеждений, все-таки без основы, да, без наших вот классиков изучения марксистской. Вообще все бездействие. Машина, машина, если она на свалке, она не машина. Если там в ней ремень не работает, она встала в лесу без ремня, она не машина. То есть, мы не получим просто так марксистов. Не получите. Не получите. Процесс с другой стороны. Другой. Классовый паркс. Значит, да. Так же, как профсоюзы. Вот они есть. Но если они не работают, если вы не состоите и не действуете, профсоюза нет. Тогда как нам заполучить священных марксистов? Только постоянной работой. Никакого другого пути нет. Мы не имеем контакта. Вот они там на грантах сидят, вот они вещают через свои ролики. Поэтому и влияние наше пока тысячи, но иногда десятки тысяч. А влиять-то нужно на миллионы. Чтобы быть влиятельной политической силой, влиять нужно на миллионы. А мы пока влияем на десятки тысяч. Почему? Потому что это очень трудная работа. Она изо дня в день, повседневно. Вот по субботам мы собираемся и все, значит, просвещаем. Причем мы просвещаем, но они и другие источники читают. И там тоже авторитетные книги, ученые, там профессора, академики. Тоже наука. А, скажем, личные условия их жизни их сюда, в эту сторону толкают. И в конце концов, да, карьеру надо делать. Карьеру бояться. Меня зовут Владислав. И я хотел бы спросить, ну, может быть, я как-то прослушал или не знаю. В общем, мне показалось, что вы мало уделили внимания тому, что марксизм основывается на материальности, на том, что все материально. И то, что сам труд, он заключается в том, что ты создаешь какие-то материальные вещи. Это мой первый вопрос. Второй вопрос. Почему все упирается в революцию? И почему нельзя сменить или власть, или строй без революции? Почему всегда идет кровопролитие? И третий мой вопрос. Это тоже из строя вытекает. Почему революция начинается только тогда, когда, ну, прям, дышать невозможно? Когда все уже понимают, что другого пути не будет. Спасибо за ответ. Ну, так третьим вопросом вы ответили на второй вопрос. Вот революция происходит потому, что вот дышать уже становится невозможно. А дышать становится невозможно в нашей жизни, потому что мы подвергаемся двойной эксплуатации. С одной стороны, своими, так называемыми русскими буржуями, а с другой стороны, американскими. Почему? Потому что вся наша экономика находится под контролем Соединенных Штатов Америки и активами руководят американцы и европейцы. Не активами, а половиной, а может быть сейчас уже, наверное, и больше, процентами 60-70-ми руководят из-за рубежа. Поэтому у нас двойной гнет своих негодяев, да еще западных. И поэтому зарплаты наши очень низкие, и народ находится на грани выживания. Поэтому другого пути, как революция, он не видит и не увидит. Об этом говорит история нашей страны и всех вообще стран в мире. Поэтому революции и контрреволюции, и реакционные перевороты все время совершались, совершаются и будут совершаться, пока общество не придет, значит, к мировому союзу советских республик под руководством рабочего класса их стран. Почему нельзя так, как хочет Платошкин, новый социализм, выборами прийти к власти и улучшить? Спицын тоже, мне кажется, придерживается такой же позиции, хотя он историк и достаточно грамотный. Потому что идея прийти к власти через выборами, она уже себя вполне проявила и показала, что это невозможно. Впервые так поставили вопрос товарищи из социал-демократической партии Германии в конце 19 века и обратились к Энгельсу за разъяснением своей программы. И у Энгельса есть такая статья «Критик Ерфурской программы», где Энгельс им объясняет, что, наверное, в таких странах, как Америка, где демократия действительно действует, можно завоевать, прийти к власти через выборы, через завоевание парламента. Но в Германии, где правительственная власть, то есть исполнительная власть, всесильно, а там был бисмут тогда правил Пруссии, это такой самый крутой правитель германский, там вы встанете перед властью в качестве фигового листка, будете прикрывать все ее наглые действия, которые будут якобы от вашего имени выступать и эксплуатировать трудящихся. Получаете правы те, кто хочет демократизации общества, чтобы у нас были действительно вот такие выборы, о которых вы говорите, были когда-то в Америке, что давайте сначала вот к этой ступеньке подойдем, демократическое общество, там мы сможем проникнуть, добиться через выборы власти. Нет, так Энгельс может быть, понимаете, может быть. И практика показала, что не может быть, не может. И критерий истины – это практика. Во-первых. Во-вторых, у нас-то уже был реально завоеван парламент, советская власть у нас уже была. И даже в ней, значит, коррупционеры-бюрократы привели дело к тому, что возродили буржуазию и сбросили, разрушили социалистическое государство, демократическое действительно государство. А вы хотите, чтобы в буржуазном обществе его победили на выборах, и вам кто-нибудь дал вопрос существовать. Теперь были более простые такие примеры, и эксперименты, и примеры. Во Франции в 70-м, по-моему, в пятом году на выборах победила социалистическая партия. Ну, вот товарищи демократы такие захлопали в ладоши, ну, теперь товарищ Миттеран сейчас пойдет по социалистическому пути. Вот, товарищ Миттеран, такой мужичок, крепкий был, видимо, одним из первых указов президента – национализировать банки. Буквально через неделю национализировать банки. Ну, приняли закон, банкиры почесали-почесали репу, потом, видимо, так созвонились, вот, закрыли свои банки и уехали в Лазанну отдыхать. Вот, отдыхает день, отдыхает другой, операции не идут. Он, значит, тогда зачесал репу этот самый Миттеран. И через неделю обращается к ним. Товарищи банкиры, пожалуйста, вернитесь, вот, экономикой нужной финансы, там, и так далее, и так далее. И стал мирно поживать и проводить буржуазную политику, как и положено в буржуазном обществе. Проправил так семь лет, и благодарные буржуи избрали его еще на семь лет. Он еще семь лет проправил, потом от стыда попросил похоронить его в родной деревне. Вот его похоронили в родной деревне, и сейчас он там спит спокойно. Так что нет этого пути, это обман трудящихся. Ну, я бы хотела просто добавить к вопросу Всеволода. Он сказал, что это обязательно кровавый путь. Я бы не согласилась с тем, что это всегда кровавый путь. То есть, как раз через систему двоевластия, через систему советов создается достаточно бескровный путь. Нет. Приходок власти. Значит, рабочий класс заинтересован в бескровном, ненасильственном завоевании власти. Но, значит, готовым нужно быть обязательно к тому, что буржуазия будет сопротивляться, и не ровен час откроет белый террор, как она открыла в 18-м году. То есть, как раз вся вот эта кровавость идет от того, что... Она связана с сопротивлением. Да, с сопротивлением буржуазия. С сопротивлением. Более того, ведь и Марс, и Энгельс, и наша партия предполагали, что от буржуазий можно откупиться. То есть, и мы им отдадим деньги за их заботы, не сразу, правда, со временем, и идите с Богом, едьте там во Францию свою, и живите в Лозанне или в Ницце в свое удовольствие. Но, они не захотели этого, и опыт показывает, что везде они, как правило, не хотят. И это было и в Венгрии, и это было в Германии, и во всех других странах, если было, так. Поэтому, конечно, рабочие заинтересованы в мирном течении революции, в мирном отъеме власти. Но это отъем, это переворот. И с ним не все согласны. Найдутся какие-нибудь идиоты, которые, значит, этим будут сопротивляться с оружием в руках. И здесь есть, непременно есть международный аспект. Причем, вот нынче международный аспект очень силен, мы его видим. И мы на Украине, и в Белоруссии, и в Армении сейчас. И он будет везде. Но нужно знать, нужно, во-первых, просто знать, что этот аспект, он был всегда во всех государствах. То есть, скажем, если берете вы государство древней Афины, то там постоянно, как только начинается борьба внутри Афин, так сразу Спарта помогает своей монархической партии. Как только демократы что-нибудь начинают, демократы других государств помогают своей демократической партии. Так было в 17-м, так было в английской революции, так было во французской революции, так было, значит, в нашей революции 17-го года. И во всех революциях вот этот международный аспект есть. Почему? Потому что буржуизей, она опирается на свой класс в других странах. Именно поэтому, да, чем крупнее государство, тем успешнее революция там может пройти за счет масштаба государства. Какой-нибудь маленькой Беларуси. Да, какую-нибудь маленькую, там, конечно, с ней справиться проще, да. А Россия – это не такая страна, с которой просто справиться. Даже если 14 вот государств объединились, у них все равно не хватает потенциала. Почему? Потому что, когда, скажем, вот эти 14 стран выступили против новой СССР, там рабочий класс этих стран, в свою очередь, выступил против буржуазии. Там начались забастовки в поддержку, значит, теперь забастовки против грузов военных, отправляемых в Россию и так далее. То есть рабочий класс других стран поддержал русский рабочий класс. Поэтому это такая многосторонняя. И сейчас пугает. Вот, надо держаться за Путина, а то там Америка. Америка, она свое получит, если, значит, пойдет разговор. Я уж не говорю о том, что у них свои проблемы сейчас. Значит, поэтому международную эту сторону, ее надо иметь в виду, к ней надо быть готовым. Но каких-то радикальных вещей она тоже не сделает. Почему? Потому что там есть трудящиеся, которые нам помогут или будут помогать. Товарищи, еще вопросы есть? Ну, про материализм. А, про материализм, да, был первый-то про материализм. Конечно, да, материализм – это основание нашей методологии. И это уже конкретный вопрос. Скажем, если вот мировоззрение стоит из трех частей, и начинаем мы рассматривать эту методологическую часть, там, конечно, поднимается вопрос о материализме, об основе, о материалистической основе познания, о материальном основании процесса и познания, и общества. Поэтому это такой конкретный вопрос, который в дальнейшем он будет изучаться. А вот для сегодняшней лекции он тут, так сказать, слишком конкретный. Хорошо, что вы его подняли. Вот мы его немножко, кстати, вспомнили. Спасибо. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Сегодня годовщина Черного Октября. Участвовали ли вы в этих событиях? И почему он революция победила? Да, мы участвовали в этих событиях. Ну и много было форм участия. Вот, в том числе собирались наши товарищи, обсуждали этот вопрос. Значит, оценили, как такой фашистский контрпереворот. Почему? Потому что это был открытый террор, открытая террористическая диктатура буржуазии с применением оружия, в том числе оружия такого, как танки, массового, грозного оружия, в центре Москвы. Это был самый настоящий террор. И, конечно, значительную часть населения напугало это. Но не нас, конечно. Поэтому мы организовали... Во-первых, значит, послали людей туда. И многие товарищи ездили в Москву, участвовали, значит, в действиях. Во-вторых, установили канал связи, значит, там, с руководящими товарищами. Вот. И по этому каналу получали каждый день информацию. И тогда гостиный двор ремонтировался, он был обнесен таким деревянным забором. И вот каждое утро я встречал транспорт из Москвы. Значит, товарищ Петухов был такой. Привозил информацию из Москвы. Мы ее быстренько обрабатывали. И на этом заборе, как, ну, такие стены, стенную печать вывешивали. И таким образом информировали ленинградцев о событиях, которые происходят в Москве, в разных там таких горячих точках. Очень хорошо, что вы про это вспомнили. Да, это нужно помнить. Нужно извлечь уроки из этой борьбы с тем, чтобы, значит, быть более грамотными, более точными, более эффективными в следующих социальных битвах. Так бы я ответил на этот вопрос. Можно, я на такой момент, раз есть вопросов не будет. Александр Сергеевич, а что бы вы пожелали нашей молодежи, у которых будет учиться вот, как у нас, в подготовительных курсах в разном? Я бы посоветовал то, что выделил главным в лекции и в марксизме вообще ориентирование на понятие, то есть познание в понятиях. Понятно то, что выражено в понятиях, говорит Гегель. И это очень правильно. Значит, понятие, оно независимо от языка, значит, от языка, на котором высказывается мысль, разъясняет всегда предмет и суть этого предмета, сущность этого предмета. Значит, если говорится в понятии, то и вы понимаете, и ваш собеседник понимает. Понятие то, что, понятно то, что выражено в понятиях. То есть, если вы выражаетесь в понятиях, это значит, вы понимаете прежде всего. А во-вторых, и вас понимают. И понимают, как правило, правильно. Хотя, может быть, не до конца. Поэтому вот этого я бы и пожелал. Значит, не терять из виду понятия. Определение понятий многих, их нужно знать наизусть. Главное существенное определение понятий нужно знать наизусть. Поэтому я бы на вашем месте вообще сделал для начала такой словарик для себя. Тетрадочку, как словарик, и писал там. Значит, политик – это то-то, то-то и то-то. Власть – это то-то, то-то и то-то. Государство – это то-то, то-то и то-то. Именно из Ленина, или из Маркса, или из Энгельса. То есть, определение существенное. И вы заметите потом, что вот на протяжении всей жизни Маркс и Энгельс не изменяют своим понятиям. И Ленин не изменяет их понятиям. Вот он начинает молодым там свою деятельность в 23-25 лет. Вот, принимает какие-то определения, и в целом вот следует на протяжении их всей жизни. Поэтому его легко понять, ему веришь. Или, если они изменяют что-то, то обосновывают это. Это вот Энгельс в предисловии к манифесту коммунистической партии, он публиковал его в 1892 году еще раз. Его попросили, вот, нет ли каких изменений в манифесте. Он говорит, ну, в общем, почти нет, а исторически их не стоит менять. Они несут вот этот исторический аспект. Может быть, вот здесь что-то надо бы вот подправить. Но мы все-таки не будем. То есть, если что-то подправляют, то объясняют, почему они это подправили. Это, возможно, правка. Жизнь идет, форма меняется, и что-то поправляется. Но это всегда смысленно. Почему это меняется? Это изменяется под условиями развития самой жизни. Вот так бы я ответил на этот вопрос. Понятия. Хорошо. Спасибо вам большое за интересную лекцию, за ответы на вопросы. Надеемся, что наши ученики, наши студенты успешно закончат этот год и поступят в Красный университет обязательно. Да, будем надеяться. Спасибо. Спасибо. Спасибо.